Мы уже рассказывали о суде, который накануне рассматривал дело об обрушении кирпичного фронтона в Каскаре в мае прошлого года. В результате жительница поселка получила тяжелейший перелом позвоночника. Своим чудесным спасением Наталья обязана докторам, которые буквально по кусочкам собрали сломанные кости своей пациентки. Иначе говоря, тюменские врачи сделали невозможное возможным, и женщина теперь вернулась к полноценной жизни. Все подробности у Анны Княжевой. Вот что осталось от машины, на которой упала груда кирпичей. Это произошло в мае прошлого года в Каскаре. После сильного порыва ветра фронтон пятиэтажного дома обрушился. В этот момент мимо проезжал автомобиль, в котором находилось два человека. Наталья Сайбель и ее дочь Татьяна. Мама сидела с переднего, то есть она сидела за рулем, я сидела с ней рядом. То есть буквально за секунду это все произошло. Я даже не успела оглянуться или что-то понять. Я когда уже вышла из машины, был вокруг песок, глаза резала и все. Все, что я помню, что я вышла из машины и ехала с мамой скорой. Суд установил, что обрушение произошло из-за нарушения строительных норм и отсутствия ремонта. Следить за домом должны были местные коммунальщики. Виновные понесли наказание, но последствия этого происшествия Наталья Сайбель ощущает до сих пор. Причем в буквальном смысле. Насколько она мешает вам жить, это боль. Она терпимая, вы можете спать сидя, то есть лежа вы не можете спать. Александр Базаров, врач которого Наталья считает одним из своих спасителей. Он провел операцию, после которой женщина научилась ходить заново. В нашу больницу поступает много пациента с множественной сочетанной травмой. Но вот такая комбинация повреждений, она встречалась впервые. Дело в том, что у пациентки имелся перелом грудины и разрыв двух грудинно-ключичных сочленений. По сути дела, даже на аппарате искусственной вентиляции легких у пациентки возникали свободные костные фрагменты, которые проваливались в грудную полость, в внутригрудной клетки и мешали нормальному дыханию. То, что Наталья вернулась к полноценной жизни, можно считать настоящим чудом. Но произошло оно благодаря целой команде специалистов. Пациент, как правило, запоминает только одного доктора, который заканчивает свое лечение на последнем этапе. То есть, с которым непосредственно пациент, приходя в сознание, общается и ведет диалог. Но по факту за этим человеком кроется, я не побоюсь этого слова, десятки человек, которые принимали участие в судьбе одного человека, одного пациента. Врачи скорой, которые оказали первую помощь, вовремя доставили пациента в больницу. Сотрудники приемного отделения, хирурги, травматологи, терапевты, медсестры и многие другие. Все они имеют прямое отношение к тому, что Наталья встала на ноги. Больно было, очень больно. Ноги не слушались, были ватные, страшно было на ноги вставать, вообще очень страшно. Но здесь врач, которая подняла меня и сказала, вставай, и все. Не бойся ничего, я рядом. Врачи 2-й областной все еще рядом, они продолжают наблюдать за своей пациенткой. Наталья провела на больничной койке три месяца, перенесла несколько операций. Ее позвоночник полон железа, но главное, смогла вернуться к нормальной жизни. Анна Княжева, Лешат Керимов, Тюменское время.